В Латвии невозможно купить местное сырье для своего производства, а также фактически получить кредит в банках, которые якобы всегда готовы поддержать местный малый бизнес. Таковы результаты второй серии самого масштабного в истории латвийского телевидения эксперимента «Бистрофриц» программа «Айзлэякта Испанименс» или «Запрещенный прием». Программа «Запрещенный прием» «Операция Бистрофриц» решила узнать, каково быть предпринимателем в Латвии. Журналисты открыли реально действующее бистро в Юрмале и занимались изготовлением и продажей картофеля фри. Первая серия эксперимента была показана на прошлой неделе, накануне — вторая. Уже в самом начале пути журналисты столкнулись с проблемой. Молодого латвийского картофеля летом еще нет, а замороженную на стране не производят. Да и вырастить необходимый сорт здесь невозможно. К тому же местная картошка значительно дороже. Сэкономить, чтобы позже выйти на прибыль, можно на польской, причем закупая в огромных объемах. На польской продукции создатели эксперимента в итоге останавливаются. Но деньги поставщик требует вперед, а значит, нужно идти в банк за кредитом, чтобы узнать, каковы их возможности получить ссуду. Дело в том, что этому конкретному предприятию мы не можем дать финансирование, так как оно было основано только 3 июня. Это значит, что нет финансовых данных, поэтому мы сможем говорить лишь тогда, когда в службу госдоходов будет подан баланс первого года. Мы не основываем выдачу ссуды на будущем денежном потоке. И второе – это то, что новым предпринимателям необходимо недвижимое имущество для залога. Чтобы банк начал рассмотрение возможной выдачи ссуды, в службу госдоходов должен быть подан баланс как минимум за один год. Банк Норде выдаёт кредит новым предприятиям, которые работают как минимум два года. Но и тут не всё так просто. Это сфера питания, которую мы вообще не финансируем. Такова позиция банка. А почему так? Это нестабильный, непрогнозируемый бизнес? Ну, видимо, есть какие-то критерии. Но у нас несколько таких сфер. Это же относится к недвижимому имуществу, сфере развлечений и гостиницам. Так что у каждого банка может быть отрасль, которую она не финансирует. Не просто получить финансирование из фонда государственной поддержки «Алтум». Там тот, кому выдаётся кредит, должен поручиться за 30% от суммы. В итоге получить кредит при начале производства молодым псевдопредпринимателям так и не удалось. После первой серии операции «Фритис» продовольственно-ветеринарной службы был уволен недобросовестный инспектор. Было начато дисциплинарное дело в отношении стройинспектора Юрмальской думы Айны Бирене. И увольнение также грозит инспектору полиции Ингу Супичсу, который незаконно пытался помочь уладить дела с оформлением документов для начала производства. Латвийское телевидение.